Трагедия, всколыхнувшая Барнаул. 13-летняя девочка, переходившая перекресток без светофора, погибла под колесами маршрутки. Знакомые семьи говорят, она хорошо училась в школе и подавала надежду в спорте, занималась хоккеем на траве. Но кто же знал, что дорога домой окажется смертельной? Спустя неделю ОЧП не перестают говорить. Это очень большое потрясение для детей, для одноклассников, для родителей. Очень тяжело. Это тот самый перекресток, на котором неделю назад водитель маршрутки насмерть сбил девочку. И скажу по себе, действительно, поток машин здесь просто огромный. И поэтому этот перекресток явно требует изменений. Как нам пояснили, в декабре месяце здесь появится светофор и будет предоставлено освещение. А после прокурорской проверки устранят и другие недочеты. Выявлены определенные недостатки при содержании уличной дорожной сети. Установлено, что на момент ДТП на перекрестке отсутствовали знаки пешеходный переход. Выявлены недостатки, выразившиеся в отсутствии продольной разметки по улице Шумакова в границах улиц Балтийская и Власихинская. И изменения коснутся не только этого участка. Ежеквартально в профильном комитете совместно с ГИБДД определяются места, где происходит больше всего аварий. А по итогам года формируют итоговый перечень. И именно на них в первую очередь устанавливают светофоры. Например, в этом году на четырех подобных перекрестках светофоры уже появились. Пятым будет этот, на Шумакова. Работу продолжат и в следующем году. Сейчас на комиссии будет утверждаться как раз по 12 уже месяцам по результатам анализа аварийности новые объекты, новые участки, где необходимо монтировать светофор, где необходимы также искусственно-дорожные неровности, где-то освещенность улучшать. Поэтому на следующий год эта работа еще предстоит. Также в этом году дополнительно выделили 20 миллионов рублей на обновление дорожной разметки. Она выполнена из термопластика, который имеет больший срок службы. На дорогах Барнаула выросло число лежачих полицейских, в частности в новых районах. В этом году их уложили порядка 80 штук, а еще пару лет назад искусственные неровности в год укладывали не больше 30. Стоит отметить, что в этом году это первый смертельный случай, который произошел в городе с участием общественного транспорта. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский. День с толком.